Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своих каналах. Продолжаем работать с текстами заповедей. Сегодня это будут заповеди из ВЕД. Я решила перезаписать свой вчерашний видеоматериал, где огласила чёрный список России, то есть людей, сбежавших из страны. Дабы не обидеть тех, кого не внесла в этот список, я решила перезаписать видеоматериал и поговорю о них обособленно, потому что они, в принципе, даже не достойны, чтобы мы называли их имена. Итак, сбегает из страны элита, в первую очередь творческая. Это певцы, актёры, поэты, журналисты. Сбегают бизнесмены, люди, у которых достаточно много денег, которые пытаются их сохранить, у которых, как правило, есть недвижимость за рубежом, либо там живут их родственники. Они пытаются оправдаться тем, что они едут в отпуск, тем, что у детей каникулы. «Дорогие мои, вы можете отдыхать за территорией страны сколько угодно, поскольку свою репутацию вы уже подорвали. Вы как трусы сбежали с корабля, когда поняли, что он начал тонуть». Что говорится в текстах Вет о таких людях? О славянах, которые не верят в свою родину. Итак, Веды, Сантия II, «Кто убежит из земли своей на чужбину в поисках жизни лёгкой, тот отступник родости своего. Да не будет ему прощения рода его». Вот опираясь на эту заповедь, мы должны вас не пустить обратно на территорию нашей Родины. Вы должны быть наказаны за то, что вы её предали в сложный момент. Я не знаю, что решит Бог относительно вас и как сложатся обстоятельства, но заповеди говорят о том, что предателей не прощают. И те люди, которые живут на две страны, на три страны, они должны в конце концов взять и выбрать Родину. Ещё хочу зачитать один текст. Это у нас цитаты из текстов Вед, книга Инглии, вторая часть. «Душа человека и совесть его только на своей родной земле и могут родиться, да и жить они только на ней способны. Ежели человек со своей родной земли уедет, курганы предков своих покинет, тот человек души своей лишится». Как бы ни оказались вы в западне и не лишились своей души. Конечно, наша страна всё равно встанет на ноги. У нас светлое будущее, и мы в него верим. Возможно, вам придётся ждать, когда Россия станет великой империей, когда границы между государствами исчезнут, поскольку об этом говорят пророчества. «Но сколько уйдёт на это времени, мы пока не знаем». Всего вам доброго. Задумайтесь об этих словах. И пока не поздно, возможно, лучше вам вернуться. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...